Отрадно, что в минувшем году на территории области вновь отмечается снижение числа зарегистрированных преступлений на 1,4%, в том числе и на 18% особо тяжких и тяжких преступлений, более 6 преступлений средней тяжести. Сократилось число убийств, грабежей, изнасилований и других преступлений. Вместе с тем на 21% увеличилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Но это связано не только с тем, что стали больше употреблять наркотиков на территории области и завозить, а еще и с активной работой службы наркоконтроля. На 17% увеличилось количество краш из автомобилей. Также значительно увеличилось число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Если в 2009 году было зарегистрировано около 1300 таких преступлений, то в минувшем году более 2800. На 37% увеличилось число преступлений, совершенных на улицах. Лидирует Чайповец. 1600 преступлений и Вологды. 1400 преступлений на улицах. Высоким остается число преступлений в сфере безопасности дорожных движений. От количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения и количества преступлений, совершенных на улицах, мы, конечно, связываем с недостаточной деятельностью служб, призванных заниматься профилактикой правонарушения преступлений. В истекшем году мы провели координационное совещание, посвященное этой теме. Ему предшествовала проверка, проверка, которую мы провели деятельность службы участковых. Оказалось, что участковые не в полной мере выполняют требования ведомственного медицинского приказа номер 900. Они не все, конечно, но в ряде случаев оторвались от населения, не посещают проблемные квартиры и дома, там, где притоны, там, где пьянки происходят, не занимаются профилактикой. Сидят в кабинетах, хотя по приказам они должны встречаться с населением, они должны делать регулярно обходы улиц и домов. И вот случай, который, трагический случай, который произошел у нас в конце истекшего года, и когда погибло 8 человек, в том числе трое детей, в результате пожара, показал, что если бы служба участковых инспекторов работала как следует, то это могло бы не произойти. Поэтому мы, прокуратура, и в дальнейшем будет заниматься этой проблемой совместно с руководством управления внутренних дел, у которого мы встречаем полное понимание этой проблемы. И наша работа будет направлена на то, чтобы полиция, милиция, а теперь будет полиция, чтобы они постоянно держали связь с населением, работали и занимались предотвращением. Не уже не раскрытием совершенных преступлений, а предотвращением преступлений, чтобы их вообще, этих преступлений не совершалось. В этом же плане мы будем работать по профилактике бытовых убийств. В Вологодской области очень много бытовых убийств на бытовой почве, на почве пьянства, безмотивных. Понимаете, у нас мало, практически нет таких убийств заказных, мало у нас преступлений совершенных, убийств совершенных на почве, корыстных побуждений, но очень много, к сожалению, на почве просто пьянства, когда люди даже потом сами не могут объяснить, зачем они убили другого человека. Прошли дикие случаи, когда убивали по пять человек сразу, на почве то же самое, что когда мозги уже были задурманены, затуманены алкоголем. В том числе и детей убивали, своих детей убивали. Понимаете, вот мы должны эти случаи предотвращать научиться, чтобы у нас население не гибло. Хотя, повторяю, что количество, конечно, умышленных убийств у нас сократилось. Но резервы есть, надо работать дальше, чтобы минимум у нас происходил этого вида преступления.